Белоруссия усовершенствует подходы к начислению процентов по кредитам. Это предусмотрено поправками в банковский кодекс. Как управлять конфликтами и что такое этика в предпринимательской деятельности? Об этом рассуждали на семинаре-тренинге в Гомельском государственном техническом университете имени Сухого. Знаешь, психологию людскую, да, то это уже 50% успеха. А теперь об этом и не только подробнее. В Совете министров находится проект указа по лицензированию. Что касается отмены лицензирования юридических услуг, то это не распространяется на работу адвокатов, которые оказывают правовую помощь и могут представлять интересы своих клиентов в суде. Нововведение затрагивает деятельность так называемых юристов-хозяйственников, которые занимаются правовым обеспечением ведения бизнеса. То есть человек, желающий зарегистрировать свой бизнес и затем правильно его сопровождать с правовой точки зрения, может обратиться к такому юристу за помощью в подготовке какого-либо правового документа, контракта или договора. Отмена лицензирования указанной сферы станет очередным шагом на пути упрощения условий ведения бизнеса. В Министерстве юстиции считают, что качество оказания таких услуг не упадет. В то же время, как ожидается, возрастет конкуренция. Люди должны очень детально подходить к выбору таких структур, которые будут оказывать им юридическую помощь. Следует изучать, сколько этот субъект работает на рынке и какими вопросами он до этого занимался. К другим темам. Как управлять конфликтами и что такое этика в предпринимательской деятельности? Об этом рассуждали на семинаре-тренинге в Гомельском государственном техническом университете имени Сухова. В Белоруссии достаточно просто открыть свой бизнес, зарегистрировать индивидуальное предпринимательство. Достаточно, что нужно пройти всего лишь три шага. Это написать заявление, зарегистрировать его в местном исполкоме, открыть свой счет. И в принципе все, мы уже можем работать. Дальше начинается самое интересное. Когда мы будем коммуницировать с людьми, когда мы будем взаимодействовать с партнерами, с клиентами. Иногда возникают проблемы, ошибки. Все это вырождается в конфликты. И вот на то, как решать эти проблемы, как раз и направлено наше мероприятие. К сожалению, нас не учили, как работать в таких условиях. И у нас есть опыт, который мы получили благодаря стажировке Community Connection в Соединенных Штатах Америки. Где мы изучили опыт ведущих американских центров по развитию карьеры и университетов. Присутствующие, а это те, кто находится в поиске работы или планирует открыть собственное дело, получили много полезной информации. Узнали, как правильно вести себя в напряженных конфликтных ситуациях и решать деловые споры конструктивно. Поняли, что для выхода из неприятного положения есть много эффективных возможностей, которые сэкономят нервы и не испортят репутацию. Поговорили и о том, как правильно высушить претензии и жалобы клиентов или покупателей. Или, например, как выразить недовольство партнеру, с которым сложились дружеские отношения. Бизнес, знак равенства, это и есть психология. Почему? Потому что все построено на чем? На коммуникациях. Если ты успешен как коммуникатор, если ты умеешь общаться с другими людьми, знаешь психологию людскую, то это уже 50% успеха, что ты будешь успешен в своем бизнесе. А по поводу моего личного участия, моя миссия научить людей, то есть не давать готовую рыбку людям, а научить людей со всех сторон, то есть дать им эти навыки психологические, научить их уйдеть рыбку. Что такое конфликт? Это противостояние, это есть некое противоречие между, например, клиент и продавец, наниматель и работник. То есть ребята, придя в бизнес, обязательно столкнутся с этими ситуациями. И мы по возможности делаем им такую страховочку. Вот мы их просто обучаем. Нужно ли вообще быть всем предпринимателем и бизнесменами? Сразу оговорюсь, не всем нужно быть предпринимателями и бизнесменами. Вот, например, когда я тестирую взрослых уже детей, родители просят, ну куда мой ребенок, да, вот я бы хотела, чтобы он был бизнесменом, предпринимателем. Про тестировав я говорю родители, тесты вам говорят четко, точно, куда не должен, в какую сферу не должен ребенок идти. Почему он не готов? У него нет сущностных сил на это. В конце концов, ни его темперамент, ни его тип личности не дают ему возможности заниматься этим видом деятельности. Поэтому мое присутствие на бизнес-тренингах, да, на бизнес-школах, это есть момент страховки, страховки. То есть вовремя людей еще и останавливать. Готов ли ты? Где твоя зона ближайшего развития? Может быть, совершенно на другом месте? Может быть, тебе просто не надо этим заниматься? Напомню, в университете имени Сухова реализуют образовательный проект под названием «Успешное трудоустройство». До конца года здесь пройдет ряд обучающих семинаров, тренингов, круглых столов и бизнес-встреч. В ходе реализации проекта для слушателей бесплатно организуют более полусотни образовательных мероприятий. Например, в области психологии, карьерного развития, повышения социальной ответственности, поиска работы, предпринимательства и создания собственного бизнеса. Сейчас очень активно реализовываем блок проекта, связанный с созданием собственного бизнеса. В рамках нашего проекта уже не меньше 10 человек нашли работу или создали свое дело. В ближайшее время мы будем уже подводить итоги, поскольку нас ждет финальное мероприятие, где слушатели будут или участники проекта будут представлять свои бизнес-идеи. Кроме того, сейчас на стадии подготовки еще один проект под названием «Образование на протяжении всей жизни». Его суд заключается в развитии системы получения дополнительного образования для взрослого населения Беларуси. Его реализуют в рамках программы Европейского союза «Эрасмус плюс». В состав консорциума входят вузы из Швеции, Англии, Испании, Белоруссии и Латвии. Будут разрабатываться бизнес-курсы, будет разработана дистанционная веб-платформа и будет создана дистанционная система по взаимодействию между вузами и партнерами, что позволит совместно реализовывать обучающие курсы. Зарплаты некоторых бюджетников вырастут с 1 декабря. Это предусмотрено постановлением Совета министров. Будет изменен диапазон корректирующих коэффициентов, применяемых к тарифным ставкам работников. В большем размере зарплата вырастет у низкооплачиваемых категорий работников. Кроме того, предусмотрено увеличение с 15 до 25% размера повышения тарифных окладов работникам учреждений социального обслуживания и культурно-просветительских учреждений, потому что в этих отраслях отмечается наиболее низкий размер средней зарплаты. Повышение устанавливается только работникам, трудовые функции которых соответствуют основному виду деятельности учреждений. Предусмотренные постановлением меры в целом позволят повысить уровень зарплаты на 7%. В Беларуси усовершенствуют подходы к начислению процентов по кредитам. Это предусмотрено поправками в Банковский кодекс, который в первом чтении приняли депутаты Палаты представителей, сообщает Белта. В документе уточняется порядок установления размера процентов за пользование кредитом и подходов к их начислению. Так, в части размера процентов закрепляются два подхода. Первый предусматривает фиксированную ставку, второй – привязку к базовому показателю, например, ставке рефинансирования. При этом вводится запрет на изменение в одностороннем порядке процентов за пользование кредитами. Единственным способом повышения остается пользование переменной процентной ставки при условии увеличения базового показателя. Кроме того, законопроект создает условия для дополнительной защиты прав потребителей финансовых услуг. Так, если человек отказывается от дополнительных платных услуг при заключении кредитного договора, то ему должен быть предложен альтернативный вариант кредита, сопоставимый по срокам и суммам. В связи с лиц не должна взиматься плата за информацию об условиях кредитования, за открытие текущего и расчетного счета и зачисление на него суммы кредита, если условиями договора открытие такого счета предусмотрено. И последняя новость выпуска. 29 ноября в Гомельском горосполкоме на торги выставят 7 участков на право заключения договора в аренде. Участок по улице Войсковой 14А предназначен для строительства и обслуживания специализированного здания по ремонту и техобслуживанию автомобилей, автомойки, шиномонтажа или производственно-складских помещений. На Шилово 18А можно построить здание административно-складского назначения. В районе Красного Маяка одноквартирный жилой дом. На Косырево можно разместить олегкотипный торговый павильон. На Хатаевича в районах Реческого проспекта и улицы Косырево, а также улиц Фадеева и Ефремова объекты общепита. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить по номерам телефонов в Гомеле. 3109-48 – это землеустроительная служба Гомельского горосполкома или 4197-86 – это Гомель Геодесцентр. На этом у меня все. До встречи через неделю на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...